Здравствуйте! Госсекретарь США дает указание президенту о чем говорить. Президент США Джо Байден в пятницу сегодня в ходе телефонного разговора предупредит председателя Китая Си Цзиньпина об ответственности в случае оказания поддержки России применительных ситуаций на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Соединенные Штаты призывают все страны, особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги, чтобы заставить Россию прекратить военную спецоперацию на Украине. Блинкен добавил, что Пекин движется в противоположном направлении, отказываясь осудить эту агрессию, пытаясь представить себя нейтральным арбитром. Соединенные Штаты и всем миром правят весьма странные люди, ввиду их колоссальных возможностей, чрезвычайно опасные. Но прикиньте, госсекретарь объявил, что скажет президент США в разговоре с главой Китая. И вдруг? А вдруг не скажет? А вдруг скажет, да не то? Или Блинкен держит старика Байдена за яйца и тому даже пошевелится туда-сюда, боязно? Более того, госсекретарь не только определяет, что сказать президенту США, но еще и указывает, о чем главе КНР можно думать, а о чем нет. Вот буквально сказал, Соединенные Штаты обеспокоены тем, что китайскими властями рассматривается возможность оказания прямой помощи Москве. Только рассматривается возможность и уже ультиматум. Ну да, американские начальники вошли в роль хозяев мира, сжились с этой ролью. Я не обсуждаю нашу дипломатию и наш протокол. Сегодня мы наблюдаем фиаско русской дипломатии, не бывавшее вообще никогда. Иван Грозный уже, наверное, приказал бы наточить какой-нибудь кол на Красной площади, а Иосиф Сталин поинтересовался бы, есть ли на Колыме место, где жить вообще нельзя. Но проблема в том, что съехали с Глузу все, а не только наши. Одна надежда на китайцев, те люди культурные, ответят примерно тем, что удивятся такой риторике и поинтересуют, стоит ли Си Цзиньпину разговаривать с Байденом, или достаточно будет просто прочесть релиз от Госдепартамента. Мы ведь до конца еще не знаем, чья тут игра. Американская или все же китайская? СНП понизила кредитный рейтинг России до преддефолтного. Международное рейтинговое агентство СНП понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с 3С- до 2С, то есть СС. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте тоже до СС. Рейтинги помещены в список кредит-вотч, рейтинг для пересмотра с негативным прогнозом. Если средства недоступны для инвесторов, или если платеж производится в валюте, не предусмотренной условиями обязательства, и мы считаем, что инвестор не согласен на альтернативный платеж, мы можем считать это дефолтом, приводит агентство Bloomberg заявление СНП. Ну да, конфисковано под триллион долларов зарубежных активов, включая резервы Центробанка, остановлены все системы международных платежей. А теперь вроде как дефолт. Напоминает анекдот. Задержанный молчит? Молчит. Пытали? Пытали? Молчит. А кляп вынули? Нас ждет интеграция с Северной Кореей. В Госдуме заявили о том, что России нужно взять курс на углубление интеграции с Северной Кореей и снять с нее санкции. По мнению зам. председателя Комитета Госдумы по делам СНГ члена КПРФ Казбека Тайсаева, такой шаг будет способствовать развитию общих проектов. Россия и Северная Корея смогут совместно выполнять глобальные задачи. Депутат подчеркнул, что КНДР активно выступает на международной арене за снятие санкций в отношении России. Хотя, заметил депутат, сама находится в жесткой экономической блокаде, организованной коллективным Западом. Но вот вопрос. КНДР находится под санкциями. Ну, вообще долго столько не живут. Почему же вопрос о снятии санкций с этой страны, которые однажды даже привели к массовому голоду, встал только сейчас? Почему до тех пор, пока сами мы не оказались под беспрецедентными санкциями, российское руководство не ставило вопрос на международном уровне об отмене международных санкций против КНДР, которые буквально убивают корейцев? И никогда вообще не ставился вопрос, а за что, собственно, весь мир мочит-то северокорейцев? Ну, так долго, что все уже забыли за что. Зеленский получит Нобелевскую премию мира. Бывшие и действующие европейские политики обратились к Нобелевскому комитету с предложением внести кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на получение Нобелевской премии мира. Уточняется, что европейские политики хотят таким образом продемонстрировать народу Украины, что мир на его стороне. Но это будет первый случай выдвижения на эту премию верховного главнокомандующего воюющей страны. Генеральный секретарь НАТО Иенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поставки вооружений на Украину. По его словам, в организации понимают фрустрацию и отчаяние президента Зеленского из-за происходящих в стране событий. Инсек добавил, что в рамках новых поставок Киеву будут переданы продвинутые противовоздушные и противотанковые системы. Что-то мне подсказывает, что до получения Нобелевской премии мира Зеленский навряд ли подпишет мирный договор. Как там у Урала? Война – это мир. Мир – это война. Шварценеггер обратился к россиянам. В общем, все слышали и видели ролик на 9 минут с бегущей строкой на русском. Очень популярный, почти как фильм «Красная жара», в которой тогда еще молодой Шварценеггер уже рассказал в первый раз правду о России. Вторая попытка, тоже удачная. Вот мне он открыл глаза. Оказывается, мы ведем несправедливую войну. А мы не знали. Спасибо, Арни. Когда русские снаряды и бомбы падают на Мариуполь, то обязательно на детские сады и больницы. А когда украинские на Донецк, то они распадаются фиалками. Спросил бы лучше условия президента. Зачем США столько лет накачивали оружием и готовили украинскую армию? Против какого врага? Если ружье висит на стене, то в третьем акте-то оно обязательно выстрелит. Что, конечно, нисколько не оправдывает то ружье, которое висит на кремлевской стене. Но мы и об этом в курсе. Теперь, когда русские дети начали умирать от недостатка импортных необходимых им лекарств, объясни им, что это наказание за войну. Бесполетная зона над Донбассом. Заместитель начальника управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что Россия ввела бесполетную зону над Донбассом. Это официальная информация. Но есть два вопроса. Почему это понадобилось, если все аэродромы противника были уничтожены высокоточным оружием в первые сутки спецопераций? Или не все и нам врали? И второе. Если сами знали, что врут, и боевая авиация у противника сохранилась, то почему бесполетная зона объявлена только сейчас, а не три недели назад? Вот наглядный пример вранья его последствий. Город Стаханов, ЛНР, в очередной раз подвергся обстрелу РСЗО «Град». Пострадавших нет, но оборонный завод ферросплавов поврежден. У «Града» предельная дальность стрельбы – 42 километра. Это не смерч, не ураган со 120 километрами. Можно считать, стоял под носом. Масса «Града» – 13,5 тонн, длина более 7 метров. Куда смотрела воздушная разведка, куда смотрели дроны, куда смотрели Петров с Башировым, наконец. И потом, официально эта территория давно под контролем народной милиции ЛНР или нет? Так и с бесполетной зоной. Я вот начинаю беспокоиться за бомбардировки Воронежа. Россияне начали массово скупать в аптеках и магазинах презервативы, опасаясь рост цен на продукцию, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской группы ДСМ «Групп». Рост продаж контрацептивов вырос на 26%. В денежном выражении продажи увеличились на 32%. Ну понятно. Бабульки запасаются сахаром, а молодежь – презервативами. Но как-то слабо запасаются. Сахар вообще весь смели с полок, а презервативы всего на 26%. Что происходит, граждане? Чай с вареньем все пьют, а вот как размножаться, так незначительное меньшинство.